здравствуйте дорогие но верные малочисленные зрители моего канала я очень давно не выкладывала ничего с озвучкой и все-таки решила сделать попробовать обзор которых я не делала с двадцатого года на предмет косметики которая является для меня новой но при затесте в золотом яблоке произвела на меня самое благоприятное впечатление я совершенно не представляю как эта косметика поведет у меня на лице у меня всегда были большие сложности подобрать необходимый оттенок от текстуры к тому типу кожи которым я обладаю это тонкая прозрачная кожа который вряд ли теперь уже можно отнести к так называемому типажу белоснежки когда-то я действительно была именно такого типажа но сейчас кожа практически прозрачная и наверное по цветотипу является смешанным тем не менее вот именно эта косметика в частности два средства это тон и пудра произвели на меня благоприятные впечатления и одним из новогодних подарков близкого мне человек я получила вот такой набор тональный крем который я очень хотела попробовать пудру и весьма нейтральную элегантную палетку теней давайте посмотрим что у нас за тон называется он а я ваш фонда и шин мат и смуз эффект бренд простите что я не упомянула но это будет на заставке ларте я ничего не знаю про этот бренд кроме того что большинство позиции из него очень часто бывает раскуплены здесь у вас всплывет окошечко с его техническими свойствами с его рекомендациями как его наносить и актуальна информация которую я посчитаю нужным для вас сообщить пудра только без это компакт полдит есть из 30 летом это маловато но все равно это приятно тем более я снимаю этот ролик зимой точно так же по этой пудре когда я буду делать сочи выплывет как мои личные ощущения так и соответственно официальная информация по этому бренду и тени я сделаю случай я не знаю даст ли мне сделать макияж тем более на видео я не делала этого четыре года квадроэлеганты это правда так мы когда будем рассматривать палитру что там действительно очень элегантная палитра и я к сожалению не вижу это номер один и вот я могу сказать что мне хотелось вторую палетку но это на самом деле не то чтобы сильно отличается она немного более контрастно по отношению ко второй вообще так что представлены три палитры и они все очень симпатичные как бы у меня не обладала такой огромной коллекции тени мне бы наверное хотелось все три тем не менее это повседневная палитка на каждый день сейчас мы все это рассмотрим тональный крем написано что он для всех типов кожи год срок годности у него 26 года я перестаю использовать тональный крем и как только они теряют свою правильную дужку и свойства но обычно тональный крем живут все-таки нежели подольше нежели заявляет производитель хотя возможно правильно выкидывать или избавляться от них как только подходит срок годности с момента открытия вот с момента открытия для меня это довольно редкий тон он у нас очень хорошо запакован в золотом яблоке есть к сожалению средства и весьма часто неплохие которые упакованы очень слабо или вообще не упакованы тон 1н неючуру то ли я стала хуже видеть то ли действительно камера уже слабеет флакон форм-фактор то что сейчас очень популярная не делается огромным количеством брендов включая люксовые в формате такого облегченного то есть не люксового варианта хотя текстильный очень приятно держать в руках но ничего особенного это не тяжелый люкс ничего но сейчас как вы знаете многие люкс что доступны в россии что и недоступны в россии переходит на этот формат как раз под профессиональную работу как они это позиционируют так и под молодых блогеров чтобы косметика была более доступна в россии руки мои в камере выглядит немного краснее чем они есть в жизни жаль мы посмотрим на то как тональный крем тянется очень сложно смотреть через камеру вот это легкое нанесение рукой и рукой получается весьма плотное покрытие если мы сейчас попробуем растушевать кистью еще более плотное покрытие еще более плотное чем предполагалось ну я думаю разница очевидна и для тех кто хочет скрыть именно красноту нейтральным потоном крем может подойти в данном случае я говорю только о цвете руки у меня находятся сейчас в состоянии после уборки они действительно немного отекшие покрасневшие но давайте смотрите разницу красноватый потон видны венки видны некая возрастная наверное пигментация или просто пигментация в силу того что приходится много делать вещей по дому разница на лицо как смотрится на руке покрытия очень я бы подобрала слова естественно нет границ между нанесенным кремом зоны где крем нанесен и уже не нанесенным то есть границы стерты то есть к сливаются с кожей хорошо речь пока идет только о том как это выглядит на руке давайте сравним две лапки здесь вот у меня тоже потихонечку сходит краснота от трудов физических ну давайте приблизим ощущения очень приятные но конечно это надо смотреть на лице и я понимаю что обзор тонального крема просто на руке и это нонсенс рассмотрим пудру вес ее 8 грамм простите что я немного невежливо открываю все эти коробки я намерена их выкинуть я больше не храню упаковки от косметики мне хватает того что я фанатично храню коробки от кукол и парфюмерии пудра значит что я могу сказать ну это классик наверное для никого такого формата но не выглядит дешево она не выглядит дурак есть защитный но бюджетный вариант закрытия защиты самого самой текстуры пудру по цвету очень напоминает тон поэтому при выборе мы собственно ориентировались на этот факт значит она очень нежная на это я обратила внимание еще в магазине и у нее очень плотное покрытие я вероятнее всего конечно только летом смогу протестировать эту пудру самостоятельно но то что это пудра она делает какой-то при растушевке блюр ощущение холености кожи в этом случае на руке моментально сливается с самим тональным кремом и ее вообще не видно я понимаю что на камере при моем освещении ну наверное это очень сложно понять но ее вообще не видно на тональном креме как повезет себя на лице я попробую снять не гарантирую того что получится такой очевидный результат у меня на коленочные видео при занятости но мне просто жалко было не рассказать про бренд я про него в принципе мало что знаю какая-то информация всплывет на самом экране и тени упакованы иначе обратите внимание что они покрыты пленкой но только сверху что добавляет тоже определенную странность я понимаю что с одной стороны мы имеем не загрязненную поверхность лаковой тени выглядит если честно для меня это субъективщина все симпатичнее чем условно говоря пудра которую как вы видите при том что я первый раз достала с момента покупки возможно мне продавец вернее кассир показывал что с ней все в порядке хотя я если честно не помню этого момента давайте я ее протру про пудру я могу сказать вот что у меня за очень редким исключением все сумочки очень маленькие и для меня эта пудра большая чтобы носить ее с собой кто носит сумки среднего размера тому это будет удобно нормально потому что мне кажется что она достаточно надежна с ней вряд ли что случится если только сама текстура чего мы узнаем наперед не сможем не настолько рыхлая чтобы рассыпаться от какого-то неудачного движения вашей сумки в транспорте при посадке в машину как угодно на работе упала я например часто ранее сумки моя сумма меня сопровождает пудру уже очень много лет шанель я даже не могу сказать что она прям идеально под оттенку походит но она фактически прозрачная но у нее настолько идеальный форм-фактор тонкий что я ее с собой ношу уже как талисман потому что в течение дня я очень редко поправляю макияж и в принципе с утра если я что-то с собой делаю у меня очень легкий макияж вот знаете как прибыль так и держится ну очень редко там чаще всего естественно все барышни меня поймут это помада или блеск или бальзам для губ тем не менее но для меня это наверное будет такой домашний вариант использования как в принципе все три вещи тем не менее я посмотрю как она будет в использовании на лице и возможно в таком случае если она прям будет очень хорошо то будет смысл при дополнительных спонжах брать ее на съемке потому что она выглядит очень плотно это бывает необходимо потому что например есть модели причем я могу сказать что чаще молодые люди которым достаточно нанести праймер или хороший уход чтобы и потом уже сделать макияж консилером минимально корректором и подрой чтобы они чувствовали себя комфортно во время съемки и тогда это еще будет дополнительный инструмент профессиональный мой кейс визажисты хотя покупала я ее себе цвет редкий цвет практически недоступны если бы она была потоньше хотя бы как вот вот тени я бы ее с собой носила но еще посмотрим как она мне подойдет давайте сейчас я разверну камеру съемка будет к сожалению фронтальной но сейчас у меня прямо вот на данный момент нет оператора рядом со мной который сможет поэтому потерпите пожалуйста плоскостное изображение да оно не будет передавать в полной мере каких-то объемов но скажем так возможно мы сможем увидеть как это работает на лице сейчас я к вам вернусь итак продолжаем разговор а на мне из ухода сейчас увлажняющий крем который называется кажется wedding day заитон и лосьонкин сначала больше ничего нет крем нанесен за 20 минут до макияжа пробуем разобраться с тем как работают эти средства я буду пользоваться наверное теперь сейчас посмотрим она вам сильно будет бликовать нет она раздражает вас я совершенно не готовилась к этому видео это все очень спонтанно но мои средства начинают подходить к концу или подходить к концу срок годности меньше подходить стали по цвету потому что каждый сезон приходится менять какие-то оттенки разных средств так но я постараюсь держать пониже и вам наверное бликовать не будет не должно но у меня некая красная полоса на лице я не понимаю откуда она взялась такое впечатление что я либо поцарапалась либо отлежала отлежала это как надо было лежать ладно посмотрим как с этой задачей справится тональный крем еще раз показываю да да уже вижу что нужно будет зеркалить а наношу через руку если не получится то соответственно уже ну через руку кистью соответственно попробую руками давайте сразу по проблемному месту пройдемся конечно здесь хорошо бы наверное консилер я вообще не понимаю что происходит но хорошо чем больше погрешностей на лице тем больше мы видим работу тональных средств сейчас я попробую подсветить поярче лицо так так вот чтобы вам видно было расход одно нажатие у меня это половина лица но я могу сказать что у меня очень легкое нажатие давайте давайте я вам сейчас покажу сколько у меня выходит тонального крема и вы решите экономно это или нет я не очень в этом понимаю могу сказать что обычно тональные средства сыворотного типа по типу сыворотки вот они выдаваются крайне экономно и трудно вы можете представить куда потом это деть показываю что для меня одно нажатие возможно не только для меня оно такое одно я не до конца нажимаю на пумпу извините за неэстетичный кадр могу сразу отметить что для тех кто любит тональные средства как сейчас в нашем ритме жизни это действительно бывает очень полезно кто любит тональные кремы с эффектом маскировки ну эффектом консилера корректора мне кажется это все таки не это средство посмотрим можно ли выгладить зону под глазами пудрой я вам сейчас в камере оно как-то вообще все очень достаточно прилично выглядит во всяком случае в моем освещении точечным кольцом на камере что я вижу в зеркало я вам сейчас расскажу я подчеркну что на лице нет больше никакой декоративной косметики если кого-то это смущает извините но я считаю что тональные средства имеют смысл показывать только на чистую кожу других смыслов ну я не вижу праймеры тоже но на лице нет но вот этот крем заитун он предполагает то что на него наносится макияж сразу что он выполняет помимо своих уходовых средств лифтинговых средств а еще и функцию базы под макияж так немножечко попробую приблизиться к вам насколько это позволяет мыть стол значит зоны здесь что в зеркале что на камере они хорошо проработаны подбородок основное покраснение которое у меня естественно тем более в первый период дня перекрыто во всяком случае процентов на 50 цвет и коррекция очень хорошая яйца мне очень нравится как этот тональный крем выглядит на лице то что он не самостоятельно и не в состоянии перекрыть некую бойцу выра не знаю кем он мне нанесен но у меня особых возражений по этому поводу нет я нанесу на веки потому что последнее время мои веки стали чудовищно капризными я не буду говорить что это какая-то сумасшедшая аллергия или просто не сумасшедшая аллергия просто аллергия но у меня вообще плохо стали переносить глаза большинство средств для глаз включая базы тени туши и я практически всегда вынуждена оставлять макияж ну глаза без макияжа у меня есть одна тушь которая мне подходит как ни странно из бюджетного сегмента максимально бюджетно мне ее порекомендовали в следующем видео я расскажу про нее если я смогу продемонстрировать продемонстрирую но я всегда была слабая в плане демонстрации средств на глазах любых это очень деликатное покрытие в том смысле что оно действительно корректирует цвет лица мне больше нравится сейчас как было и оно выглядит ну вы знаете многие к этому стремятся максимально естественно нет ощущения я смотрю прямо в зеркало вот смотрю знаете вот эти возрастные какие-то моменты которые могут подчеркиваться тональным кремом ничего никуда не запал вот посмотрим легкая краснота под веками перекрылась но стресс мой возможно замажет только закрасит только что-то из того ассортимента который перекрывает всю нашу жизнь я кстати могу сказать что для меня таким средством является миша здесь у вас возможно выплывет картинка этого крема крему сто лет в обед биби крем мишек в самый классический красном флаконе 13 тонн вот это да то есть ты вот лицо вот так вот в этот крем макнул и пошел то есть и все твои невзгоды же они ныне урядятся вряд ли кто обратит на это внимание во всяком случае если вас что-то выдаст то вряд ли цвет лица давайте спортер тут сложно я думаю что для тех кто также занимается косметикой то есть интересуется и возможно даже не столько красится сколько интересуется понимает что это достаточно простенькая обховочка но с другой стороны у нее под кожу сделанная верхняя часть внутри она классика жанра мидл сегмента косметики выглядит неплохо давайте посмотрим как она выглядит в духовке потому что вы знаете ну вот для меня лично у меня есть еще несколько дорогих подер которые я купила и не распаковал то есть тут еще мейкап фрег лежит я купила за форм-фактор она тоненькая но пока никак не могу расстаться в своей шинели у меня есть гуччи я пока ими даже не пользовалась если это для кого-то актуально сейчас спросите в комментариях как угодно то есть меня можно найти в соц. сетях это не имеет значения где вы меня спросите я сделаю обзоры просто я не то чтобы прям вот такой бьюти блогер во всяком случае не такого формата как было двадцатым там сколько там семнадцатый восемнадцатый девятнадцатый год шестнадцатый год я тоже помню я вела какие-то блоги сейчас вижу уже там все свои ксидины тем не менее просмотров много у меня даже прибавляется какие-то подписчики спасибо вам спасибо огромное потому что это видео старое иногда под ними пишут как под актуальными я там периодически нахожу комментарии лирика про пудру сейчас я попробую нанести оригинальной пуховкой давайте ну сразу я положила вот без защиты а я эту защиту потеряю вот вы знаете вот но я глазом моргну и я ее потеряю попробую нанести пуховкой давайте на какую-нибудь такую чуть менее ответственную ну вы знаете я скажу так я думаю что покрытие вам видно но хорошее но здесь у меня кожа не шелушится в ней нет таких сейчас у нее не таких проблем но но пуховкой возможно если крем как следует усядет тональный то с собой это носить имеет смысл вот он сейчас она сейчас уже потихонечку усаживается давайте сделаем еще один свайп давайте под глаза чтобы было наиболее очевидно хотя я делаю вообще другой кистью сейчас покажу то есть когда вы наносите эту пудру есть ощущение пушка то есть текстура пудры видна на лице но как видите вот тут давайте я сейчас обозначу вот эту зону где она нанесена давайте сравним с тем что здесь ну здесь сегодня у нас какой-то капец то есть у нас сегодня трэш обзор причем трэш не косметика трэш как у весь лицо и видео имеет смысл заглавить кто разобрал лицо Марианну Корниловой но так вот это тендом у меня самой то есть пудра усаживается даже при помощи пуховки хуже в районе виска давайте сейчас попробуем растушевать чем-нибудь точечным вот такой кистью я наношу как консилер так и пудру под головой у меня несколько одинаковых давайте попробую полирующими движениями растушевать вы знаете нет либо сразу наносить либо увлажнения не хватает нет то есть у виска на камере на камере не очень видно но есть ощущение вы знаете не то чтобы она как-то выпирала не то чтобы она что-то с ней было не так но есть ощущение суховатости давайте с другой стороны попробую нанести двумя разными видами кистей пудру давайте сначала попробуем в камере пудра очень сыпучая я немножко на руку стряхиваю на руке прям пигмент отдается великолепно ну вот кисточкой во всяком случае в камере сейчас в камеру смотрю получше и в жизни получше вы знаете она заполировывается сразу без всяких пушков немножко носом правда не особенно требует припудривание за эту сторону которая самая сухая мне кажется есть даже на видео разница существенная что здесь мое переутомление чуть менее заметно чем с этой стороны давайте попробуем скорректировать через руку я и я и и и и и и и и и у и и и и и и и и Тоже наверняка я просто не смотрела. Опять же, напишите, поискать ли вам подобную кисть на просторах оффлайн-магазинах, потому что я совершенно ничего не умею покупать через маркетплейсы. В том смысле, что я пока в руке не подержу, или хотя бы как-то не осмыслю визуально, тактильно, хоть коробку, но обычно продавцы показывают. Вот мне очень сложно, и даже по рекомендации блогеров я, к сожалению, вообще не могу ошибиться лично для себя, я могу ошибиться в выборе продукта, если я его не покупаю оффлайн-магазине. Или бывает так, что я смотрю блогера, и если я нахожу средства в магазине, там я уже понимаю, подходит она мне или нет. Онлайн заказывает на меня, вы знаете, вот старая шутка 90-х, и сейчас уже никто не сможет, сейчас подобные же мемы есть. Это как без катер по каталогу, как говорили наши баршни, когда были каталоги там отто, и что-то в этом духе ляридот, кажется, но это не точно, отто помню хорошо. Кистью наносится роскошно. Вот тут я сейчас могу сказать, что о покупке не жалею. Пудра будет моим постоянным спутником. У меня там все пудры остались каждые на два раза, да, то есть в основном рассыпчатые. я берегу аурглаз на выходы, на съемки, какие-то мероприятия. Так, то есть я сейчас прям добавляю, вот из-за этого пятна так вообще не нужно. Сглазила пудру вот эту вот мою поверхность сейчас, измученную классовой борьбой вторичное проведение. То есть подобного формата кисть очень хорошо подойдет к пудре ларты. Я вам не сказала, то вам тоже номер один, как и оттенок номер один, как и крем номер один. То есть это такой идеальный дуэт. Для меня. Мне подошло, я давно, мне еще перед Новым годом сделали этот презент, и вот я только сейчас, какого-то 8-9 февраля, я вот распаковываю 9 февраля. Но меня, конечно, очень расстраивает, что пудра сумасшедшим образом грязнится. Я из тех людей, воспитанных так, более того, то есть у нас действительно там это мучить. Мы из сумки, ну, должны вытаскивать что-то, если он недорогой, то во всяком случае приличное, в чехле или как, но во всяком случае не запятнанное, потому что на публике даже посмотреть в зеркало. Предмет, в который ты смотришься, будь то обычное зеркало без пудры, будь то пудры должны быть в идеальном состоянии, потому что все происходит на публике. Пудра пылит. Я думаю, видно. И для меня, конечно, это будет домашняя рабочая лошадка, но пудра вообще хорошая. Так что, милые девочки, кто светленький, кто... Действительно, ну, то он совпадает, но он светлее, чем вот вы его здесь видите. То есть пудра больше отражает цвет в реальности, как тона, так и... Обратите внимание на текстуру, потому что она... Я смотрю в зеркало... Я нанесла очень много, вот на эту часть, сюда. Но с этой стороны... Как там раньше говорили блогеры, то есть эффект фотошопа, да, то есть он присутствует. Далее уже по желанию румян, кто пользуется бронзером, бронзер, кто пользуется скульптором, скульптор. Как это будет наноситься на данный тон. Возможно, я упомяну в каком-нибудь ближайшем видео. Возможно, я сниму это даже сегодня. У меня есть один скульптор, отъезжен с собой. Я попробую нанести его и поделиться впечатлением. Что касается теней... Значит, тени у нас выглядят вот так. Я считаю, что это очень удачный цвет в сочетании. У меня безумно нравится вот этот цвет. Он напоминает лучший формат таких оттенков в палетке Джеффри Стар. Как и в его Blue Blood, так и в его Cremation. То есть вот этот цвет, за которым довольно многие, скажем так, охотятся в различных палетках. Как бюджетного, так и люксового, профессионального сегмента. Я беру светлый оттенок. Зеркало, это, конечно, прекрасное. Это удобно. Плотное нанесение. Теперь тот, о котором так много говорили в Бершвике. Классический скульптурный оттенок. Великолепный, мне нравится. И бронзовый, красивый. Очень хорошо подчеркнет. Вот любой цвет глаз прям хорошо подчеркнет, сделав его акцент на черную подушку. Цвет прям очень красивый, если выбрать, ну, рассматривать как единственную украшалку этой палитры. Палитра у меня тоже номер один. Я помню, кстати, и в магазине «Девушка-консультант» обратила внимание на то, что я взяла все, что номер один. И вот сводчи. Тени ложатся плотно. Но это на руку. Так сложно предположить, как они будут смотреться на глазах. Сейчас я попробую. Я поставлю на паузу, потому что это все бессмысленно смотреть, как я делаю макияж. Так, вот я делаю первое включение после нанесения первых трех оттенков без бронзы. Тени ложатся очень легко. Разумеется, я не могу сказать пока, как они в носке. То есть я сделала обычное скульптурирование. По сути, это не макияж, ну, макияж, но такой именно скульптурный макияж глаз. Сначала я нанесла на все века светлый оттенок. Потом я добавила растушевочного оттенка, переходного оттенка. И сверху я нанесла более тонкой кистью вот такого диаметра. Вот этот вот знаменитый цвет, за которым все гоняются. То есть грейш, как угодно. Ну, то есть вот они все очень удачные. Вот я пока не наносила бронзу. Сейчас я попробую что-нибудь придумать. То, что меня, в принципе, все устраивает и так, и так бы я и пошла. Но попробую что-нибудь придумать за бронзой. И еще раз повторюсь, что, несмотря на то, что я вот сделала, скажем так, ну, условно разный макияж, у меня просто сейчас идут танцы с тенями во всех смыслах этого слова. Потому что, ну, я и в принципе-то редко делаю какие-то яркие макияжи, если того не требуются съемки или какой-то выход, где нужно очень сильно усилить макияж глаз, потому что иначе у тебя ничего не останется на лице. К сожалению, бывают такие мероприятия, где бывают такие фотографы, которые... Ну, а дальше я, наверное, могу не продолжать, потому что даже не на приятиях такие фотографы встречаются, которые просто стирают себе лицо. Вот постараюсь не лонг рит, но где-то в сентябре месяце было мероприятие, где мой образ вообще такой, наверное, близкий к античности, не предполагал никакого яркого макияжа. И получилось так, что я минимально выделю глаза, но выделю все-таки, понимаю, что будут снимать, но не усиливая его тенями, подложками, ну, в общем, какими-то сложными структурными макияжами. Вот на всех фотографиях прям хороша, прям нормально все. Но глаз нет. Какие-то две черные точечки, как у вот некоторых куколок таких симпатичных, такие пуговички. И несмотря на то, что я выхожу на мероприятие очень часто, я после этой ситуации поняла, что даже обладая достаточно нормальным размером глаз и темными глазами, то есть, ну, считаю, достаточно выразительными, в хорошем обрамлении, то есть при определенных условиях, при определенных съемках, и тем более, зная, какие будут фотографы, лучше не рисковать. И сделать макияж поинтенсивнее, потому что фотография все равно все съест, если это только не концептуальная фотография, все как раз и должны быть видны оттенки на глазах, на губах и так далее. Значит, я вам еще раз демонстрирую три продукта, которые я вам показала. Тон. Ну, если оценивать, пока, по первым впечатлениям, 10 из 10. Пудра цвет 10 из 10, форм-фактор 5 из 10, очень пылит, покрытие мне подошло вот с такой кистью. Сами понимаете, такой роскошный набор в маленькой сумочке не поносишь. Тени пока нравятся очень. И я прекрасно понимаю, что это вот тот самый случай. Я, правда, не то, чтобы куда-то езжу, но тот самый случай, когда одной коробочкой ты можешь сделать действительно очень много. И для минималистов подобный набор может оказаться находкой, но если вы будете в магазине, вы прямо обратите внимание еще и на номер 2. Мне кажется, они плюс-минус взаимозаменяемы. Тем не менее, я помню, что я очень хотела двойку, взяла единицу, ни о чем не горюю. И даже не знаю, буду ли я покупать эту двойку, буду ли вообще к тому располагать обстоятельства. Но тени очень хорошие и вроде бы сложные прям оттенки, но они сложные. Может быть, за исключением вот персика, вот этого вот такого разбеленного. Но видите, они тем не менее немножечко пыльные за исключением вот этого оттенка. Обратите внимание на отражение в зеркале. То есть, тени хорошие рекомендую. Все средства могу рекомендовать. Вызывает сомнение в пудре в том смысле, что ее с собой вот носить. С одной стороны, цветокоррекция великолепная, но, во-первых, она большая, во-вторых, пуховка, как по мне, для девочек с очень такой тонкой кожей, сухой кожей, обезвоженной кожей, мне кажется, много будет оттруднений. Если вы носите с собой кисти, и он... То есть, мне даже вот эта кисть не очень понравилась. Хотя я и работаю, ну, таким кистьем, постоянно работаю вот в этих зонах. но вот с этой пудрой у меня подружилась вот такая кисточка. Рада, если обзор бренда L'Arte вам понравился. Я собираюсь дальше его изучать, насколько это позволит мои возможности. И мне там очень заинтересованы кисти. Во всяком случае, одна, которая похожа на кисть от Шик, вот которая такая знаменитая лапка. Сейчас вот прям везде эта лапка-лапка. После вот этих трех средств тонального крема Airbrush Foundation. Я считаю, что вполне... Вы знаете, вот сколько этих Airbrush было, и, пожалуй, это первый Airbrush, да, то есть, ну, в принципе, что у нас предполагает Airbrush, что мы берем вот спрей и сюда наносим, тональный крем и он ложится как надо. Здесь, конечно, никакого спрея ничего, но эффект ровного, нежного, деликатного покрытия, которое совершенно незаметен на лице, даже на таком сухом лице, как моё, да ещё и с какими-то пиратскими отметинами, дорогого стоит. Фудра очень хорошо, вот кому нужен эффект высветления лица, даже в какой-то степени выбеливания. Очень хорошо, но форм-фактор тени без вопросов. Очень хорошие тени, я всем довольна, всей косметики, всем средством пять, а форм-фактор и прочее, пуховки, это вещи очень индивидуальные, каждый из нас наносим, я же так как ему удобно. Я рассказала своё субъективное мнение. Благодарю вас за просмотр этого видео, мы очень давно не виделись, и как я уже говорила, вся информация, дополнительная, важная о пинде, она будет присутствовать в видео. ещё раз огромное спасибо за просмотр, за то, что не обратили внимание на маленький канал, которому очень много лет, но который никак не развивается. Тем не менее, косметика новая, и я подумала, что любое мнение, даже если по нему уже много видео, я не видела, видела, по-моему, даже какие-то отрицательные, больше отзывы, но потестировав в магазине, поняла, что отрицательные, не отрицательные, а мне их нужно попробовать на себе. Огромное спасибо, всем хорошего дня, всем хороших выходных, до новых встреч!